Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Самому найти путь. Он сможет это сделать, я уверен, добавил бывший советский лидер. Отметим, в свободной Белоруссии будет детально разобрано каждое поднятие дубинки. Об этом экс-боец Алмаза Игорь Макар рассказал в интервью корреспонденту «Новой газеты» Ирине Халиб. Общаясь с бывшими коллегами, могу сказать, что по крайней мере 30% сотрудников силового блока, МВД, КГБ, внутренних войск просто плывут по течению и стараются ни о чем не задумываться. Если двое сотрудников между собой еще могут затрагивать какие-то политтемы в разговорах, то трое уже нет. Опасаются, но именно эти 30% перейдут на сторону народа, когда увидят, что расстановка сил изменилась, а режим пошатнулся по-настоящему. А до какой степени режим должен пошатнуться, чтобы они перешли на сторону народа? Что-то же должно послужить спусковым крючком. Не буду вилять и юлить, скажу как есть. На сегодняшний день уже можно об этом говорить. Все прекрасно понимают, что Лукашенко стал настоящим раздражителем в обществе. Каждое упоминание о нем раздражает людей. Он стал токсичен, и именно сотрудники силовых структур, которые не совершали преступлений или совершали какие-то незначительные, нигде не зафиксированные, они уже сейчас, пусть неофициально, способствуют тому, чтобы этот карточный домик сложился. А вот те, которые насовершали преступлений, будут защищать этот режим до конца. Они тоже понимают, что в будущей свободной Беларуси не будет ОМОНа, Алмаза, Альфа, и они превратятся в изгоев. А когда этот домик, наконец, сложится, будет расследовано все. Будет детально разобран каждый факт, каждое поднятие дубинки, конечно, криминалисты и другие службы, не участвовавшие в репрессиях, сохранятся, и у них будет очень много работы. А российский политолог Екатерина Шульман в интервью изданию ВОМОН.РУ поделилась мнением о протестах в Беларуси. По ее словам, в настоящее время в Беларуси идет процесс формирования наций. Беларусы делают себе коллективную биографию, формируют свой национальный легендариум, и у них не было раньше такой основы для национального единства, и вот она появилась, резюмировала политолог. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. До встречи!